здравствуйте друзья в эфире канал new rush world и в рубрике лаборатория политического и военного анализа сокращенно лаборатория пиво с вами юрий гемельфар и александр глушенко и так соратник алексея навального леонид волков он официально объявил что сеть региональных штабов навального распускается по словам волкова я от его цитирую не поможет никакой ребрендинг мы не сможем даже сделать вид что это теперь какая-то другая организация только эксперты из следственного комитета будут решать это другая организация или та же самая тут уж не надо быть экспертом чтобы предугадать что они решат увы работать в таких условиях говорит волков невозможно саш вот в этом отношении мнение в социальных сетях разделились я не беру во внимание хейтеров навального которые любое я подчеркиваю любое действие навального его соратников они как говорится ставят им каждый лык в строку но многие даже из тех кто поддерживать навального это не одобряют но вот прежде чем мы будем это обсуждать я хочу сказать что просто вот это как информация вчера стало известно что бывший штаб алексей навального в городе саратове он был обстрелян вы сейчас дорогие друзья видите фотографию двери то есть было выпущено несколько пуль это не резиновые пули это из боевого оружия стреляли это совершенно очевидно так вот саша тот вопрос такой вот давай все таки попробуем разобраться правильное это решение самораспуститься или неправильно юр я полагаю что здесь не может быть неправильно не неправильно решение здесь единственное и другого другого ну а как то сейчас делать какой-то ребрендинг взять обозвать себя по-другому но остаться на тех же исходных позициях с теми же финансовыми потоками потому что финансы играют не последнюю роль и делать вид делать вид что ничего не произошло тут на самом деле и правильно волков сказал что решать будут эксперты из следственного комитета если уж на таком уровне таким образом принимается решение сегодня кто застрахован от того что они таким же образом не будут приняты завтра и завтра следователь следственного комитета придет в этот штаб навального и скажет ребят вы хоть и обозвались пора по-другому себя назвали там какую-нибудь там общественную организацию новую изобрели но вы же по сути являетесь тем же штабом навального и он найдет любые бумажки и он найдет любые финансовые счета банках и все что угодно что нужно он найдет и и то что нужно в любом суде докажет и любому прокурору принесет бумагу что это не что иное как ответвление или продолжение той же самой общественной организации и закроют в очередной раз поэтому решение единственное которое грамотное было принято само ликвидироваться до само ликвидироваться и затем но я пардон ясно и четко вижу что такими усилиями такими с таким напряжением пройдя через такие испытания эти штабы выдержали вынесли все я прекрасно понимаю что это будет не что иное как вот такой вот тактический ход и впоследствии они просто возобновятся вот и все да я с тобой согласен что это то просто тактическое необходимое отступление тем более я ведь недаром показал эту фотографию с из саратова об обстрелах и пришла еще одна очень интересная информация из ингушетии о том что там возобновили свою деятельность так называемые эскадроны смерти асаж а мы с тобой и и с тобой и с мильянова мы неоднократно говорили что ингушетия полигон там это все отрабатывается то есть я теперь вот вопрос как ты считаешь правомерно ли гипотеза что теперь вот эти эскадроны смерти могут заработать и уже в средней полосе россии против штабов навального если они не прекратят свою деятельность как ты считаешь так дело в том что россия страна страна непредсказуемая скажем так разве этого уже не было это уже было это уже было это был терроризм 19 века второй половины 19 века это был красный террор развязанный лениным а чем он отличался от эскадронов смерти это был террор сталинский тридцать седьмого там годов тридцать восьмого все это было ну нет того что чего бы в россии еще не было и поэтому подобная ситуация вполне возобновляема скажем так сегодня в ингушетии а завтра верим быть в воронеже или в тамбове запас пожалуйста да в этом отношении я с тобой соглашусь то есть опять же это подтверждает правоту решение леонида волкова но тогда вопрос а как они дальше будут работать и вот еще да 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 еще один очень важный момент не кажется ли тебе что этим вот самороспуском скажем так это ну определенная защита алексея навального от внутри тюремных репрессий то есть ему ведь за это там запросто могут добавить срок ну тут 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 сложно сказать нет пока человек находится в тюрьме и реально не руководит вот этим вот оппозиционным движением там вряд ли что там на него можно накопать или нарыть но в общем плане наверно 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 все таки можно наверно можно потому что он является в данном случае уже не тактическим и не стратегическим руководителем а он в данном случае является идейным вдохновителем допустим понтий пилат например я уж простите меня на предпасхальном настроении нахожусь понтий пилат в любом случае преследовал бы иисуса христа никуда бы он от этого не делся независимо от того его бы не распяли а просто посадили в тюрьму и он был бы там преследует а навальный в данном случае алексей навальный играет примерно ту же самую роль то те те мысли те идеи которые он несет в обществу да я с тобой в этом плане полностью соглашусь тем более что вот обрати внимание ведь что получается вот вчерашняя речь алексея навального на апелляционном суде это практически ну речь победителя речь идейного вдохновителя и теперь вот мы опять же знаем что сейчас уже как выясняется в феврале было возбуждено новое уголовное дело против навального волкова и жданова что они якобы руководят некоммерческой организацией опасной для жизни здоровья граждан о то есть теперь они будут изобретать все что угодно но вот в итоге саша вопрос-то такой главный с чего мы собственно начинали а в каком формате дальше продолжит работу соратники навального и он сам и что это будет вот это я понимаю я понимаю мы сейчас это досужие рассуждение это просто гипотезы но вопрос давай попробуем порассуждать в каком формате дальше возможно работу значит формат я полагаю что каких бы то ни было изобретений не последует серьезных изобретений оттолкнемся кстати уважаемые зрители давайте знаете от чего оттолкнемся от вчерашнего манифеста вот эту речь давайте мы его все-таки будем рассматривать как манифест до тех кто те кто не слышал и не видел этой речи я убедительно прошу от компании ссылка есть в описании пожалуйста пожалуйста нажмите на эту кнопочку и прослушайте от и до там ясно четко сказано что он не закрывается он не прекращает борьбу он победитель он реально победитель и вот все эти песковы все эти там господи да что песковы тот же путин я на сто процентов уверен он просмотрел эту речь и он сейчас сидит кусает локти пальцы там коленки все что все чтобы человек до куда человек дотянется или не дотянется он прекрасно понимает что он проиграл да если бы пять лет пять лет назад он назначил бы навального генеральным прокурором он бы выиграл он бы выиграл он бы выиграл я понимаю что сейчас бы и сечены и ротенберги сидели бы на скамье подсудимых или в матросской тишине к примеру вот но если бы он пять лет назад назначил навального генеральным прокурором то отношение к россии во всем мире и отношение россии с к самой себе как честной и правдивой стране было бы абсолютно иным вот и вот я полагаю что изобретать навальный ничего не будет его друзья его соратники они просто будут продолжать в этом же ключе просто придумают другое название придумают снимут новые офисы вот и все и и я так думаю что находясь за границей вот тот же волков сажданом они и даже мария певчих они работу не прекратят то есть здесь говорится схватка только начинается тем более что новые уголовные дела против навального вот это парадокс это вынужденное предоставление навальному трибуны а как это было последнего слова он был говорить последнее слово соответственно это каждый раз он будет как говорится путина холестать по щам это да да и никуда мы от этого не денемся и каждый раз путин будет иметь мягко говоря очень бледный вид да в конечном итоге вот сейчас на данный момент в принципе хотелось бы вот хотелось бы лично просто вот сейчас от всей души пожелать навальному как можно больше здоровья я согласна чтобы он он вот эту свою благородную абсолютно благородную деятельность связанную с борьбой заключающейся в борьбе с этими вот элементарными хамами взяточниками коррупционерами чтобы он эту борьбу мог успешно продолжать я полагаю что кто обстановке в котором сейчас находится он уже достаточной степени привык ну скажем так да сложно привыкнуть к тюремной действительности вокруг себя но тем не менее он адаптировался и он уже даже оттуда он имеет возможность эту борьбу вести согласен но друзья я как всегда напоминаю выводы делать только вам от себя хочу лишь добавить свободу алексею навальному подписывайтесь на канал мира шворд до встречи пока